Передвижной подъемник будет отправлен Сергею Дойникову через сослуживцев, поскольку в силу сложных семейных обстоятельств его сейчас нет в городе. Он сейчас уехал в Башкирию, поэтому есть у нас товарищи, которые проезжают там мимо, сослуживцы, да, они заезжают к нему, беседуют, что-то нужно, помощь какой-то, ну, оказывается, и материальную, и физически иногда. И непосредственно приобрели этот аппарат для того, чтобы человеку сделать приятное и в то же время более комфортно, чтобы он себя чувствовал и подвижен, понимаете. Когда человек лежит в неподвижном состоянии, то вы сами понимаете, разные мысли лезут в голову, но когда человек начинает двигаться движение, а движение – это жизнь, вы сами знаете. И поэтому вот этот аппарат – это большая помощь. Помощь была оказана при содействии Рязанской общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов, Союза ветеранов Афганистана, спонсоров и органов государственной власти. Под эгидой афганского движения я бы хотел все-таки задекларировать настойчивое стремление Союза ветеранов Афганистана к объединению и консолидации всего афганского движения. Таким образом, представляя сейчас вот эту процедуру передачи этого подъемника, мы не несем никакой информации с целью пиара нас или продвижения в каком-то политическом плане. А в первую очередь хотим донести до всех ветеранов, которые в какой-то момент почувствовали свою ненужность родине и все прочее, значит, какие-то отрицательные эмоции, негатив у них там в душе либо остался, но тем не менее мы всех приглашаем и настойчиво рекомендуем обращаться в афганские организации, потому что помощь, как говорится, всем миром, она гораздо проще, чем ты в одиночку борешься. Помимо того, что эти организации занимаются помощью нуждающимся, ветераны боевых действий проводят очень большую работу по патриотическому воспитанию в регионе. По их инициативе известные для многих уроки мужества скоро могут приобрести новую форму. На летний период мы планируем так, чтобы организовать детей с выездом, допустим, договориться с училищем десантника, выехать к ним на полигон, там пускай поживут недельку, но с питанием вопрос будем решать, чтобы как там это... И там проводить вот эти уроки мужества, то есть рассказывать. У нас очень много людей, которые участвовали в этих боевых действиях, они могут рассказать, примеры какие-то привести. Ветераны боевых действий отмечают, что уроки мужества в настоящее время производят большой эффект на детей. Они с удовольствием узнают историю своей страны. Война же страшна своими подробностями, и поэтому большинство, конечно, детей ошарашены бывает от того, когда они в процессе рассказа приходится касаться некоторых деталей, когда погибли товарищи, рассказываешь, либо при проведении операции какие были допущенные ошибки. И вот первые минуты после окончания, например, доклада или рассказа, царит такая гробовая тишина, потому что дети пребывают в некотором состоянии полученной информации, которую очень трудно переварить. Ну, со временем отходят и начинают задавать вопросы. Узнавая историю своей страны, дети больше начинают уважать своих предков. Они больше понимают, что война – это не что-то абстрактное, а реальная ситуация. К тому же работа по патриотическому воспитанию проводится для поднятия духа в армии и среди молодежи, и для поднятия духа участников боевых действий. Союз ветеранов Афганистана отмечает, что эффект уже есть, и в последние годы авторитет военных действительно поднимается.